23 января состоялась ежегодная пресс-конференция, на которой ректор КФУль Шадгафуров, проректор по экономической деятельности Марат Софиулин, а также проректор по образовательной деятельности Дмитрия Таюрски озвучили итоги деятельности университета. На пресс-конференции ректор КФУль Шадгафуров рассказал об организационных, исследовательских и образовательных итогах года университета. У нас была принята долгосрочная стратегия развития Казанского федерального университета, которая ежегодно корректируется в зависимости от тех результатов, которые мы достигли. Мы, по сути, достигли практически всех тех показателей, которые сами перед собой ставили и которые были утверждены нашими учредителями. Отдельное внимание во время пресс-конференции было уделено образованию. Оба лицея КФУ лицей имени Николая Ивановича Лобачевского и IT-лицея КФУ вошли в топ-100 в России по конкурентоспособности выпускников. Продолжилось и планомерное движение КФУ в мировых академических рейтингах. Нам очень приятно сообщить, что год для нас был очень неплохим, то есть мы поднялись и самое главное достижение то, что мы расширили свою представительность в этих международных рейтингах. Стоит отметить, что в этом году Казанский федеральный университет занял второе место по числу иностранных студентов. Развитие международного сотрудничества задало новый вектор роста для университета. Знаковым стало закрепление многолетней дружбы с Казахстаном на самом высшем уровне. В этом году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным доктором КФУ, приняв это звание в знак признания роли Казанского университета в развитии межгосударственных отношений. КФУ утвердился в роли стратегического партнера в сфере науки образования и для Узбекистана, Республики Кореи и Китая. Каждый год мы пересматриваем образовательные программы, но прошлый год был особенным, поскольку мы поставили себе цель актуализировать все наши образовательные программы с точки зрения вызовов современности, с точки зрения тех вызовов, которые стоят как перед страной, так и во всем мире. Полную версию пресс-конференции по итогам года деятельности Казанского федерального университета вы можете посмотреть на нашем сайте, в ютуб-канале, а также в эфире телеканала 27 января в 18.40. Диана Шилова, Ленар Тавлесьяров, Универньюз.